В Волгоградской областной думе прошло заседание комитета по предпринимательству малому и среднему бизнесу. На повестке дня участников встречи стояли вопросы о реализации законопроектов в области предпринимательства в Волгоградской области. Самый актуальный вопрос сейчас розничные рынки, розничная продажа алкогольной продукции, плюс государственный муниципальный контроль, муниципальные имущества. То есть все те вопросы, которые всегда были актуальны. Поэтому мы собираемся, мы создаем рабочую группу, мы вырабатываем какие-то предложения и решения посредством комитетов областной думы. И самой областной думы, разумеется, что они могут притвориться в жизнь путем законотворчества, собственно говоря, в государственную думу. Демидов Владимир Алексеевич рассказал о мероприятиях по исполнению закона Волгоградской области о продаже и рассрочке оплаты имущества, находящегося в государственной собственности Волгоградской области или в муниципальной собственности муниципальных образований Волгоградской области и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства. На сегодня заключено 968 соглашений, 846 договоров купли-продажи на общую сумму 2,25 миллиарда рублей. Средний срок рассрочки составил 5,5 лет, то есть близок к тому, который мы прогнозировали. И средняя цена одного квадратного метра достаточно низкая в сравнении с другими регионами, 13 700 рублей. У нас по прогнозам идет нормальная динамика, более того, по рейтингу Минэкономразвития в Волгоградской области реализация этого федерального 159 закона была в пятерке лучших регионов по количеству договоров, по условиям льгот и так далее. Но на сегодня реализовано в рамках первого перечня 83% объекта недвижимости, в основном это муниципальные районы, городские округа, и 17% осталось. То есть вполне реально завершить процедуры все и полностью выполнить федеральный закон и наш опластной в 2013 году. По второму реестру тоже ситуация нормальная. 1775 объектов продлены без конкурсов и аукционов для субъектов малого бизнеса общей площадью 150 и 96, 250 тысяч квадратных метров. Были, конечно, проблемы. Проблемы были связаны с высокой оценочной стоимостью и с помощью общественных организаций. Были случаи подловчить немножко, завысить стоимость даже с учетом независимой оценки. Вторая проблема была связана с тем, что некоторые горячие головы пытались через жалобы президентам, правительству, на суда, на губернатора, незарегистрированные объекты. В основном это фроловы были встроенные помещения, которые не были отдельно выделены из общей площади, арендуемые или какие-то иные условия федерального закона не выполнялись. Все пять инстанций прошли. Первичная арбитражная суда, фасционная, апелляционная, Казань. И до высшего арбитража суда заплатили немеренные деньги, в том числе и за взятки. И пришлось несколько раз нам выезжать из Соборы России, из Деловой России, разъяснять, что закон нарушать никому не позволит. Машенцева Галина Ивановна сообщила о работе закона проекта деятельности розничных рынков на территории нашей области. Согласно предварительной информации проекта постановления, На 1 января 2012 года количество розничных рынков в области составит 109, универсальных 71, специализированных сельскохозяйственных 29, сельхозкооперативных 1, специализированных автомобильных 3 и специализированных вещевых 5. И на территории города с 1 января все рынки должны быть заведены в объекты капитальных строений, кроме сельскохозяйственных и сельхозкооперативных. По предварительным данным, с 1 января 2012 года на территории городского округа Герой Волгоград прекратят деятельность 10 розничных рынков. У регулирования из 29 на сегодня действующих у нас останется 19, на сегодня в сравнении с другими субъектами у нас наблюдается избыток рынков, поскольку заполняемость самая высокая 60%. На остальных рынках присутствует избыток площади, не заполняется полностью. Еще одним актуальным и слабодневным явился вопрос о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также вопрос об ограничениях розничной продажи и потреблении пива и напитков, изготовляемых на его основе. Все, что действовало до момента этого вступления по крепким алкогольным напиткам, и которые лицензировались, полные лицензии изменений, никаких не произошло. Изменения коснулись тех продавцов, которые реализовывали розничную, осуществляли розничную продажу алкогольной продукции крепости до 15 градусов и пива. Во-первых, пиво отнесено этим законом к алкогольной продукции, и это главное существенное изменение, которое внес закон. Единственное, некоторые моменты перенесены срок начала реализации к 1 января 2013 года. До 15 градусов такого понятия алкогольной продукции вообще теперь не существует. Есть пиво и алкогольная продукция, кроме пива. То есть пиво – это напиток, изготовленный по определенной технологии, крепости до 5 градусов. Все остальное – либо пивные напитки, либо иная алкогольная продукция. С 22 июля запрещена реализация алкогольной продукции в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта и на прилегающих к ним территориях. Прилегающие территории будут определены позже с постановлением правительства определенных порядок их определения, а субъекты муниципального образования в соответствии с порядком будут их утверждать. В организациях культуры, за исключением услуг общественного питания, на всех видах общественного транспорта, общего пользования, городского пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения, в том числе и на станциях метрополитена, на автозаправочных станциях, на оптовых розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового скопления граждан и так далее. То есть в киосках и павильонах, и в объектах временных сооружениях реализация алкогольной продукции запрещена, кроме пива, до 5 градусов, которое можно продавать до 1 января 2013 года. Ну и, естественно, не допускается потребление распития алкогольной продукции несовершеннолетним. Нигде. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 до 8 часов утра по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой при оказании услуг общественного питания. И индивидуальными предпринимателями, ну то же самое при оказании услуг общественного питания. Сейчас уже в сельских районах, в сельских муниципальных образованиях, где мы проводим встречи с самими лицензиатами и с теми предпринимателями, которые реализуют алкогольную продукцию, в том числе и пиво. И буквально консультации ведем индивидуально, кто может, кто не может реализовывать ее на сегодня. По порядку лицензирования единственное изменение, которое произошло, это способ подтверждения стационарности торговых объектов. То есть это либо свидетельство о регистрации права на объект недвижимости, либо договор аренды, но он должен быть зарегистрирован в ВАРУ. В ходе обсуждения законопроектов представителям власти не всегда удается найти общий язык с предпринимателями области. Ужесточая требования регулирования оборота и распространения спиртных напитков, законодательные органы нередко задевают интересы самих предпринимателей. Здесь как никогда необходим открытый диалог между властью и представителями малого и среднего бизнеса области. У нас есть технические паспорта, паспортную установку павильонов. То есть мы торговали, торговали, а теперь пришли к тому, что мы не можем получить лицензию. Что нам делать? Обращались и в администрацию, нам говорят, ну у вас временное строение. Не временное строение, у вас павильоны, а землю нам никто не даст для того, чтобы ввести его в эксплуатацию и сделать как стационарно. Что нам делать в такой ситуации? Ничего, собственно, не изменилось. Единственное, вы могли до этого реализовывать алкогольную продукцию до 15 градусов, сейчас вы можете пивом до 5. В законе четко сказано, запрещена реализация на остановочных пунктах. Четкая трактовка, остановочный пункт. Открываем, смотрим определение. То есть остановочный пункт, вот если прям четко взять по определению, это остановка, по-моему, вагона железнодорожного. То есть он не высаживает людей, не более того. То есть нам нужно четкое понимание, что относится к остановочному пункту, комплексу, что не остановится, по каким критериям вы будете определять. Ролан Тамазович Хирянов, подводя итоги заседания, отметил, что все же главной задачей комитета остается защита интересов предпринимателей. Поэтому альтернативные решения и взаимные уступки – это необходимое условие взаимодействия. Мы создали рабочую группу для того, чтобы в первую очередь с учетом общественности, с учетом предпринимательных организаций выявить те проблемы, с которыми уже столкнулись предприниматели, потому что идут проверки со стороны прокуратуры по реализации данного закона. И нам очень важно найти ту золотую середину, которая в первую очередь устроит жителей нашей области и в то же время не ограничит рост предпринимательства на территории нашего региона, потому что это в первую очередь налоги именно в местный бюджет. То есть малый и средний бизнес – это те налоги, которые платятся в местный бюджет, в муниципальный бюджет. Очень важный вопрос возникает на сегодняшний день по сельскохозяйственным рынкам на территории нашего региона. С 2013 года вступает в силу закон, когда все рынки нашей области должны быть стационарными, крытыми, то есть с соответствующим оборудованием, с соответствующими рабочими местами. Под сокращение подпадает около 30% рынков. Что это значит? В первую очередь мы должны промониторить ситуацию, почему предприниматели не строят рынки. Второе – как это отразится на ценообразовании, на качестве той продукции, которую предлагают сегодня сельхозпроизводители. И не повлечет ли уменьшение количества рынков на территории нашего региона рост потребительских цен. Это очень важно. В городе Волгограде, по тем данным, которые сегодня имеются, несколько районов вообще не будут иметь сельскохозяйственных рынков. Это очень грустная история. Но сегодня нас доверяют администрация города, что они эту ситуацию контролируют, что нет со стороны населения тех потребностей, которые бы говорили об обратном. Но я считаю, что преждевременно ставить точку в этом вопросе, главная наша задача – сделать все, чтобы на тех рынках, которые сегодня будут строиться, новые рынки, чтобы был доступ именно местного товаропроизводителя, и чтобы, соответственно, цены, которые будут предлагать местного товаропроизводителя, они соответствовали уровню дохода наших жителей. К сожалению, уровень дохода сегодня не позволяет многим идти в коммерческие магазины, поэтому ярмарки – это как некое такое спасение для тех людей, у которых низкие доходы. И ограничивать людей мы не имеем права. Более подробно о законопроектах и поправках, которые были рассмотрены на заседании комитета, смотрите в наших следующих передачах. Анна Древнева, Алексей Литвинов, Волгоградское деловое телевидение. Денег пошли, ребята. Нет ресурсов, нет конкретных знаний. Правильное стратегия и тишь конкурентного рынка. Среднодельный фотоаппарат. Прилились! Машка не даёт. Смешно, нормально, я не обижен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова